Здравствуйте, меня зовут Владимир Кайрис, и в это время мы не часто, но иногда, разбираем разнообразные кейсы. Кейсы касаются таких случаев, когда нам кажется, что наши права кто-то нарушил. Часто мы это делаем с представителями надзирающего органа нашего региона и России в целом. Виктория Викторовна Тральщикова, помощник прокурора Московского района, сегодня в студии радио «Балтик Плюс». Здравствуйте. Добрый день. А сегодня на повестке у нас служба судебных приставов. Виктория, скажите, часто вообще жалуются на какие-то неправомерные действия судебных приставов калининградцам? Ну, как вам сказать, наверное, нет ни одного взрослого человека, который за всю свою жизнь не столкнулся бы с работой службы судебных приставов. У нас сейчас такое время, что как бы опосредованно, либо непосредственно каждый гражданин является либо взыскателем, либо должником. Потому что мы в своей социальной жизни, так сказать, и платим налоги, и какие-то удержания у нас производятся, и какие-то штрафы административные платим. Тем более, что у нас жизнь не стоит на месте, очень много перешло в цифровой порядок. То есть, вот в автоматическом режиме, наверное, каждый сталкивался со штрафом ГИБДД, кто уводит автомобиль и так далее. То есть, все это идет потом на принудительное исполнение через службу судебных приставов. Ну, происходящее в рамках исполнительного производства редко, когда устраивает обе стороны. Или должник остается недоволен, или взыскатель. Ну, ладно, если бы все по закону, куда уж деваться. А если нет? Вот, кстати, такие случаи бывают? Ну, конечно, бывают, но, возможно, не в силу каких-то обстоятельств, что приставы не хотят что-то делать. Может быть, в силу недостаточной квалификации, может быть, в силу большой загруженности, потому что все-таки это достаточно большой объем, приходится им переваривать. Ну, и, конечно, встречаются случаи, когда сторона исполнительного производства не совсем понимает, как ей правильно действовать, и куда обращаться в данном случае для того, чтобы защитить свои права. Ну, мы уже говорим о том, когда обращаться в прокуратуру, да? А вообще, как посоветуете? Может быть, все-таки нужно правильно решать вопросы на месте, именно в службе судебных приставов? Ведь в каком случае мы уже приходим жаловаться в прокуратуру? Ну, в принципе, как прокуратура, надзорный орган. И, естественно, мы советуем обычно гражданам, либо организациям, представителям организаций, обращаться непосредственно в тот орган, который занимается принудительным исполнением. Если же этот орган не решает данную проблему, то тогда, конечно, как надзирающий орган, мы ждем всегда людей и пытаемся им помочь в этом смысле. То есть первично необходимо обращаться в тот орган, который непосредственно занимается принудительным исполнением. Тем более, что там достаточно широкий спектр есть обжалования. То есть там можно непосредственно обратиться с заявлением, ходатайством, которое будет рассмотрено в 10-дневный срок. Но по этому поводу немножко я как бы... Ремарка небольшая. Ремарка есть, да, потому что введено в законодательство новшество небольшое, что если заявление ходатайства не содержит просьбы о совершении конкретных каких-то исполнительных действий, либо применение мер принудительного исполнения, то в рамках исполнительного производства, то тогда, значит, данное заявление либо ходатайство будет рассматриваться по закону о рассмотрении жалоб граждан, обращений граждан. Поэтому там будет 30-дневный срок. Если же заявление ходатайства будет иметь какой-то процессуальный характер, то есть необходимо будет какое-то конкретное применение меры принудительного исполнения, либо совершение каких-то действий, то тогда данное заявление должно быть рассмотрено в 10-дневный срок. То есть, если мы сейчас будем очерчивать круг нашего с вами разговора, то мы имеем в виду, что мы говорим о тех самых случаях, когда уже, грубо говоря, о разборке в кабинете судебного пристава не принесли должного результата. Как вам кажется? Немножко не так, наверное. Значит, давайте вот как-то разграничим. Дело в том, что деятельность судебного пристава исполнителя, она носит процессуальный характер. Что это значит? В рамках исполнительного производства каждое действие судебного пристава регламентировано, и по результату он выносит соответствующее процессуальное решение, то есть постановление. В данном случае по ходу этого исполнительного производства, если возникают вопросы непроцессуального характера, это то, о чем я вам говорю. То есть это подача заявлений соответствующих, ходатай, это право и взыскателя, и должника по исполнительному производству. То есть состязательность в данном случае. Защищайте свои права у пристава в процессуальном порядке. Если, значит, само постановление вынесено с какими-то нарушениями, и сами приставы, должностные лица вышестоящие, не увидели и не отменили данное постановление, то есть не привели его в соответствии, вы имеете право в порядке подчиненности, как сторона исполнительного производства, подать жалобу на постановление вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов. В данном случае тоже закон регламентирует и форму, и разъясняет, что должна содержать эта жалоба, в каком порядке она рассматривается и так далее. То есть и по результатам, самое главное, будет вынесено вышестоящим должностным лицом соответствующее постановление об отмене, либо отказе вам, так сказать, в удовлетворении вашей просьбы. Ну хорошо, а когда уже люди приходят в прокуратуру, вот с чем чаще всего приходят, какие жалобы, по поводу чего? К сожалению, у нас люди как бы игнорируют вот этот вот предварительный порядок, но все равно мы как бы такие обращения всегда рассматриваем. С чем чаще всего приходят? Ну, возможно, неправомерное удержание произведено. То есть дело в том, что у нас тоже, я так понимаю, что служба совершенствуется и переходит больше в цифровую платформу. То есть получается в автоматическом режиме по банкам рассылается как бы на удержание, постановление на удержание, например, из всего имущества, вернее, из всего дохода, который имеет должник. А у нас могут, так сказать, несколько счетов быть и так далее. Вот были несколько случаев такого параллельного удержания. Но надо отдать должное, достаточно быстро все это как бы устраняется. По, так сказать, по жалобе гражданина. То есть можно сделать вывод, что сейчас самые большие трудности это с тем, что, ну, практически все службы, вся наша жизнь переходит с бумаги в цифру, и, что называется, сложно жить в эпоху перемен. Да, абсолютно правильно. И, конечно, более старшему поколению тяжело и проблемно с этим, когда они сталкиваются, потому что они не совсем владеют как бы компьютерной грамотностью и так далее. Дело в том, что служба в данном случае перешла на уведомительный порядок, и через портал госуслуг все это уведомление направляется в автоматическом режиме. То есть то, о чем говорилось, как раз вот и ограничения на выезд тоже могут быть и наложены, и сняты в автоматическом режиме. Поэтому, конечно, гражданин должен повышать свою немножко правовую грамотность в этом смысле, и заблаговременно, так сказать, и зарегистрироваться на портале, личный кабинет сделать, просматривать, что там за уведомления ему приходят, в каком режиме, реагировать на эти уведомления, а не так, что как бы ответственность в данном случае от гражданина тоже никто, так сказать, не убирал. То есть сейчас нужно расти не только духовно, иначе ничего не получится, а расти еще над собой, потому что это уже дань времени. Да, абсолютно правильно. Ну, единственное, что еще один момент мы с вами как бы по жалобам не определились, то, что можно обжаловать действия судебного пристава еще и в судебном порядке. Там по месту нахождения, по месту производства, значит, можно подать жалобу в арбитражный суд, либо в суд общей юрисдикции. В данном случае арбитражный суд будет рассматривать жалобы на те исполнительные производства, которые возбуждены на основании решения арбитражного суда. Либо там еще есть моменты, которые установлены законом о бесплатном производстве. Жалобы данные рассматриваются в течение 10 дней арбитражным судом, а суды общей юрисдикции по общему правилу рассматривают в течение 30 дней, в течение месяца. То есть вот как раз как бы вот эта жалоба уже более существенные какие-то моменты затрагиваются, если, например, имущественные какие-то права затрагиваются, аресты и так далее, либо какие-то конкретные действия судебного пристава обжалуются, которые затрагивают достаточно большие значительные интересы стороны. Все можно оспорить практически? Практически, да. Впереди отпуска. Как взыскать деньги за путевку с приставов, если по ошибке не выпустили за границу? Ну что греха таить? Были такие случаи до пандемии, много таких было, когда люди оставались в Храброво. Когда была пандемия, понятное дело, что с этим было сложнее работать приставом, потому что эта мера практически не действовала, да, что мы тебя не выпустим из Калининградской области. Вот сейчас опять та самая пора, когда эта мера действует. Вот все-таки можно взыскать деньги, допустим, за путевку, если тебя не выпустили? Вы знаете, здесь будет поэтапная ситуация, потому что для того, чтобы взыскать, необходимо доказать виновность, что в данном случае ущерб, так сказать, вам нанесен вред какой-то имущественный, именно виновными действиями судебного пристава. То есть для начала необходимо в судебном порядке будет признать действия либо бездействия судебного пристава незаконными. И уже на основании этого предъявлять какие-то... То есть прежде всего, да, если в твоем личном кабинете уже вынесено решение, есть уведомление, а ты его проигнорировал и зайцем хотел уехать, то тут, в принципе, ничего не получится. И уже столкнулся на том моменте, когда вас не выпустили, так сказать, с вашей путевкой, то, конечно, в данном случае суд будет исследовать все материалы и установит, чья вина в данном случае. То есть вернуть деньги только в случае какой-то ошибки можно, да? Конечно, конечно. Когда в судебном именно порядке доказана вина судебного пристава исполнителя. И тогда уже предъявляется иск о каких-то имущественных претензиях. Вот такие дела. Такая возможность есть. А у нас в гостях сегодня была Виктория Викторовна Тральщикова, помощник прокурора Московского района города Калининград. Спасибо, что пришли. И вам спасибо. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.